Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 мая, у нас очень хорошая погода. Я пришла открыть форточки вот утром в теплицу и хочу сейчас поговорить о капельном поливе, потому что мы его уже раскладываем, и это как раз то время, когда нужно решать, будет у вас в теплице капельный полив или нет. Я в прошлом году применяла капельный полив впервые в жизни, потому что у нас, во-первых, он у нас очень, ну как вот, отдаленно мы от центра, к нам вообще в последнюю очередь все приходит. И все эти новинки мы получаем на несколько лет позже, чем все остальные. Если честно, я не только применяю первый раз, вот в прошлом году я его даже первый раз и увидела, я ни у кого соседей не видела, мы вот все традиционно леечками из шланга поливали. И я рассказывала, два года назад снимала видео, что даже в теплице я поливала просто из шланга. Почему вот у меня дорожка эта центральная? Потому что удобно. Я иду, тащу за собой шланг вправо, влево, вправо, влево, шлангом поливая вот эти лунки, даже эти и даже те, немного далее выдвигая. Иногда для удобства, чтобы вообще не заморачиваться, к шлангу привязывала палку, вот эту помидорную, колышек, и стоя, не наклоняясь, просто палкой направляла в каждую лунку и наливала. Поэтому у меня всегда было луночное, как углубление такое, в начале, при высадке. Я всегда поливала, а потом я их подокучивала уже, когда плоды сформированы были. Но теперь из-за капельного полива мне пришлось и лунки убирать, потому что все-таки лента капельная, она предназначена, чтобы на ровном грунте лежать. Видите, у меня нет уже углубления, я все заровняла и рассказывала в предыдущем. И вот так, чтобы лежала ровно. И еще, если капельный полив прокладывать, естественно, ряды должны быть очень ровные. Но я и так всегда делаю по веревке. Вы видите, наверное, что у меня все дорожки ровно, все грядки, все по вот этим померным веревочкам. Но это просто с детства приучено. Даже в послевоенные годы, когда я еще была маленькая, и в деревне жили, ну как не очень богатые, нужда была, в общем-то, и не до этого. Отец всегда выравнивал все грядки ровно, строго в огороде, по веревке. Я уже по-другому не представляю. И вот эти вот выровненные грядки, они мне помогли, вот эти рядки, с такими ровными рядами. Проще укладывать вот этот вот, ну как поливочный вот этот шланг, лента, потому что ему тоже нужна именно вот такая ровность. Если вот ряды сделать вот так и вот так, то явно, что ленте будет очень сложно. Я вот сейчас пройду. Видите, он же идет, он не эластичный, он вот как есть такой, он надуется и будет как такая трубка кругленькая. И если вбок, то она может перегнуться. Ну понимаете? И поэтому, если вы будете делать, даже сейчас еще не купили, но решили купить, пожалуйста, делайте ряды все ровно, у вас не будет потом проблем, потому что нужна именно параллельная вот такая. Что я хочу сказать про первый год применения капельного полива? Мне понравилось, но проблем было много сначала. Я сейчас вам расскажу все плюсы и минусы. Ну плюсы, ой, минусы мы, конечно, искоренили потом. Ну, во-первых, так как я говорю, что у нас не очень большой ассортимент в магазинах, люди как-то, какие-то у них есть поливы трубочки, и вот такие там втыкают. У нас, вот я езжу, у нас два таких магазина, в основном Агроном и Садовый мир на революции. И везде, в обоих пунктах, хотя они крупные, есть только вот такие шланги, но вот эти поливочные, это считается самые примитивные. Есть же там и более удобные, более дорогие. У нас только вот такие. И что интересно, все только с 30-сантиметровым шагом, то есть от дырочки до дырочки 30 сантиметров. И когда я его первый раз разложила, я испугалась, подумала, что зря мы вообще его купили, потому что ни к одной лунке оно не подходит, но через 30 сантиметров, если высаживать через 30 сантиметров, это очень часто. Если делать, например, через 60, чтобы дырочка попала в луночку, это очень, ну, большое расстояние, например, вот для детерминатных. И я когда видела, что вот эти пятна воды, ну, жидкость где капает, они совсем не совпадают с моими лунками, я расстроилась, потому что получается, что помидорка у меня вот здесь растет, а вода капает вот здесь. И так как, ну, вот мы бочку поставили, 200-литровую, и так как 200-литровая бочка, это не очень-то много, вот, например, если здесь 100 томатов, пусть, например, будет 100 томатов, а 200 литров воды, это получается 2 литра воды, и если он не в лунку попадает, а между лунками, ну, было видно, что до томата оно не дойдет. Ну, мне так, по крайней мере, казалось, создается такое впечатление. И вот первая проблема, с которой сталкиваешься, ты не можешь понять, хватает томату этой жидкости или нет. Это вот маленькая пятнышко, которое вода оставляет, она же туда уходит, и кажется, что грунт весь совсем сухой. И я вот первый месяц сметалась здесь по теплице, ходила, леечкой подливала именно под корешок, чтобы попала именно к томатке. И я сказала мужу, слушай, наверное, не будем во вторую теплицу, больше делать. Он льет не туда, во-первых, и этого мало, и вообще не знаю. Я не могла приспособиться, но это всегда так. Когда начинаешь что-то новое, как если бы посмотреть в огород, в чужой зайти, как и что, некоторые там в интернете прочитала, вы купите другой шаг, например, есть через 40 сантиметров. Но у нас нет в городе, у нас нет такого выбора, я еще раз говорю, вот из-за того, что городок небольшой, сюда немного возят всего этого, потому что уровень жизни населения низкий, и капельные поливы, и все это у нас даже теплица не у всех. Я вот потом выйду в огород, покажу вам соседские участки, ни одной теплицы вы там не увидите близко, вот ни справа, ни слева от меня. Все, я вот мучилась, мучилась, потом я решила так. А еще жара же в прошлом году была, зайдешь в теплицу под 40, 38, 42, и вот это пятнышко вот намокнет. Я, короче, бочку эту 200-литровую выливала, мало воды хватало, шланг и по старинке вот подливала им все это. Потом я поняла, что, наверное, можно увеличить дозу воды, то есть вот 200-литровая бочка стоит, я включаю полив, он весь вылился, опустошилась она, я тут же шланг бросаю в эту бочку и наливаю еще сразу 200 литров, и получается, а он так и работает, полив, и еще одна порция воды разливается, и тогда я поняла, что неважно через сколько шаг, через 30 или, может быть, даже через 20, вот это пятно, которое было маленьким после первой бочки, после второй бочки оно вот так распространяется, увеличивается, то есть грунт смачивается, и тогда он уже не просто посредине, а он и до этого, и до этой лунки, до помидорки доходит. И вот этот ряд, где высажены томаты, ну, где вот эти капли, он почти в сплошную делается влажным. И вот, когда вот так стало происходить, я тогда успокоилась и поняла, что можно и с 30-ти сантиметровым шагом приспособиться. И еще, так как в прошлом году было очень-очень сухо, очень-очень жарко, я стала пользоваться вот такой двойной налив, ну, двойной дозой, то есть 400 литров воды выливала. И это позволяло хотя бы поливать не так часто, если бы одну бочку я выливала, оно высыхало бы очень быстро. Вы понимаете, что здесь пекло, тут ни притенение, ничего не помогало, было очень засушливое лето, не было ни пасмурных дней, ни дождей. Выливая две бочки через капельный полив, хватало примерно на неделю, но тоже я все равно смотрела. И еще я при капельном поливе все сухо же, все здесь остается. Для фитофторы это хорошо, не распространяется фитофтор, здесь сужда гладь, и все это сухо. Но я для понижения температуры все равно иногда ходила шлангом землю, поливала, потому что, ну, чтобы немного понизить температуру в теплице. Но когда, если не очень жарко, этого делать не надо, воды вполне хватает. Еще одно преимущество, ну, вот первое преимущество, это, конечно, что не ходить, не заниматься, со шлангом, с лейками, все легко, открыл кран, все, она капает. То, что холодную воду, воду я доливала, некоторые же только теплой поливают, это ничего страшного. Вот первая порция у меня прошла, теплая, которая была согрета в бочке, вторая идет холодная, она там все перемешается, и жара тем более, земля горячая, это может даже хорошо, что холодная вода, не повредила это, томатом не заболели, а ничего. И еще одно преимущество, которое я для себя, ну, нашла, открыла в этом капельном поливе, это то, что можно не подходя вот так, в каждую луночку, например, сделать профилактический полив с фитоспорином. У меня есть видео, я просто в бак, вот в этот 200-литровый, распускала фитоспорин, закрывала крышкой, включала и уходила. И я знала, что вот эти вот приствольные круги, все в целях профилактики, проливались вот этим раствором фитоспорина. Также некоторые, я вот поговорила с женщиной, она в теплице работает, разводят вот эти баковые смеси, если нужно сделать подкормку, то есть это не нужно разводить и в каждую луночку наливать, высчитали сколько, тем же вот даже, когда нужна фосфорная подкормка, некоторые монофосфатом калия поливают, вот когда идет завязывание, вот это формирование плодов, можно высчитать на 200 литров, добавить туда, ну естественно минимальный, там сколько нужно, и пролить вот эти все ряды. Так делают многие, и многие довольны тем, что через капельный полив, и уже тут не надо ходить по дорожкам, как вот некоторые сейчас говорят, ой, как вы ходите, обрабатываете, достаточно пройти, посынковать, потому что поливать с лейкой тоже по дорожкам сложно, когда уже большие, а не заросшие. у капельного полива, я вот нашла много таких преимуществ, мне нравится, в этом году буду, не знаю, попрошу мужа, сможем мы или нет, чтобы сделать, вот на помидорное поле, на улице, возможно, но там, я не знаю, тут у нас, у каждой теплицы стоит бочка, я видела, как-то с водопровода, прям поливают, но мы еще над этим не задумывались, а вообще, если у вас, есть проблема, нехватка времени, или нехватка, бывает, что не хватает здоровья ходить вот с этой лейкой поливать, то капельный полив, это прекрасная замена вот этого полива из шланга, из ведра, из леечки, я довольна, и вот те, которые, казалось бы, недостатки сначала, я думала, что, ну, сначала, ну, во-первых, его разложить долго не могли, это ж надо ровненько, я сначала высадила томаты, я их привязала к колышкам, подвязала, а потом мы решили сделать капельный полив, представьте, как их продевать вот эти, сквозь эти все петли, мы еле разложили, и поэтому, если вы хотите сделать капельный полив, и вы у вас выращиваете в коловой культуре, то нужно сначала ленту разложить, а потом уже привязывать томаты к колышкам, а вообще, я рекомендую, мне понравилось, и вот, вы видите, я уже сегодня, нынче, в первую очередь, разложила эти капельные ленты, это уже значит, что человеку нравится, что он про него не забыл, достал в первую очередь, и разложил, еще даже ничего, не досажено теплиться, но ленточки уже лежат, я уже считаю их своими помощницами, все, до свидания!